Число югорчан, которые полностью завершили вакцинацию, превысило 389 тысяч человек. Это 51,5% взрослого населения. Еще почти 480 тысяч получили первый компонент препарата. Об этом на очередном заседании регионального оперштаба рассказала губернатор Наталья Комарова. Глава региона также отметила, что за пять дней в Югру доставили 33,5 тысячи компонентов вакцины. Это препараты «Спутник Лайт» и «Гамм Ковид Вак». По информации департамента недропользования и природных ресурсов за счет средств нефтяных компаний, привиты 9519 человек. При этом отмечаю, что вакцины в округе достаточно. Свободных талонов на едином портале госуслуг 18 298. И работает 142 пункта вакцинации с пропускной способностью 5 322 человека в смену. 7 дней в неделю. За поддельный ПЦР-тест Югорчанка ответит по закону. В Сургуте с поличным задержали девушку, которая хотела нажиться на липовых справках. Дело в том, что она разместила в сети объявление об изготовлении за деньги различных медицинских документов и ПЦР-тестов. Свои слуги мошенница оценила в 2000 рублей. Сургутянку поймали с поличным. Позже силовики выяснили, что больница, штамп которой стоит на документе, не выдавала справку. Отмечу, у Сургутянки есть непогашенная судимость за мошенничество. В момент сбыта подложного документа, подтверждающего отсутствие COVID-19, злоумышленница была задержана. Кроме того, она изготовила поддельное заключение о прохождении периодического медицинского осмотра на имя жителя Сургута с целью дальнейшей продажи. В настоящее время в отношении женщины отделом дознания у МВД России по городу Сургуту возбуждено два уголовных дела. Проводится расследование. Югорчанам вернули больше 40 миллионов рублей долгов по зарплате. Об этом сообщает окружное управление Следственного комитета. Ведомство подвело итоги своей работы за полгода. За это время расследовано 9 уголовных дел в отношении работодателей. Суд помог вернуть сотрудникам предприятий 2,5 миллиона рублей. Кроме того, в ходе следственных проверок руководителей в досудебном порядке работники смогли получить свои законно заработанные деньги. В общей сложности больше 40 миллионов рублей. Таким образом, почти трём сотням югорчан удалось восстановить права на зарплату. Югра заняла первую строчку рейтинга по развитию ипотеки в России. Исследование подготовило информационное агентство РИА Новости. Рейтинг основан на данных Росстата и Центробанка. В частности, оценивалось количество выданных кредитов и число экономически активных людей. Так, в Югре за последний год 45 человек из тысячи взяли ипотеку. Это почти в два раза больше, чем в среднем по стране, и 8,5, чем у замыкающих список Ингушетии. Вторую строчку рейтинга занимает соседняя Ямал и Тюменская область. По данным исследования, средний размер ипотечного кредита в Югре составляет 3 миллиона рублей. Югрчане могут стать волонтерами всероссийской переписи населения 2020. Регистрация добровольца стартовала на сайте страна2020.ру и продлится до 15 сентября. Заявки на участие могут подать желающие от 18 до 50 лет. Волонтерский корпус объединит 25 тысяч человек со всей страны. Все они пройдут специальное обучение и будут консультировать жителей на выездных переписных участках и на рабочих станциях МФЦ. Напомню, всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова